всем привет меня зовут василий сазанов сегодня я практически один на воде я приехал сюда с кириллом и он остался там ловить на точечке которая ему понравилась лично я пошел в свободный поиск то есть идут для меня абсолютно незнакомый участок и пытаюсь понять что здесь рельефом что здесь с рыбой пока что немножечко без успехов но все впереди пару дней назад мы половили с андреем гумаровым я получил некий навык ловли на москве реки и сейчас вот это накладываю на новом участке с учетом моих знаний того как я обычно веду себя на незнакомых водоемах и уже как бы почувствовал воду немножечко пытаюсь сейчас самостоятельно найти хорошее местечко и поймать что-нибудь водоемы крайне запрессованные то есть по моим меркам мы уехали далеко по факту оказалось что здесь куча народу ребята на лодке ловит но рыбу кстати видел там парень занял хорошее перспективное место на вид там обраточка и вход в яму он ловит как раз вот на таком вкусном я хотел его занять но не успел ищу что-то подобное то есть тактика поиска предельно простая то есть я иду у меня две удочки на одной стоит приманка уже с облегченным весом она другой перегрузик я перегрузиком иду пробиваю рельеф нахожу какие-то аномалии бровки при ямке и потом уже весом более таким рабочим пытаюсь ее обловить я думаю другого варианта нет то есть никаких эхолотов здесь применить невозможно здесь чисто рыболовное чутье мастерство и понимание того что ты делаешь мне довелось было принять участие не только в ловле на скверике но и потестировать новое удилище причем не просто удилища классную уже довольно там скажем легендарную палку ее вторую генерацию это experience то есть удилище чисто джиговая и идет как бы такого уже класса но не премиум наверное как правильно говорят ну короче это высокого класса удилища очень прикольно и я ловил в данном тесте в данной длине удилищем предыдущим и сейчас ловлю уже вот этим обновленным это предсерийная скоро будет уже я так понимаю в косметике сразу что хочется сказать классный заброс нашел коряжку это очень хорошо мы сейчас ее будем облавливать в общем удилище очень чувствительное сейчас прямо буквально наши глазах задел веточку мгновенно подсек и нормально так зацепился бросает хорошо и что отличает от предыдущего удилища на чуть чуть более злое стало ну как по мне то есть я вот жуна средней волги у нас такие удилища мы называем чуть более судачи то есть она работает все но вот оно такое стало после подсечками стало поинтереснее ну в дальнейшем конечно все расскажем о нем то есть это общем и первый тест вот именно что первое бросилось в голову от классный заброс и чуйка здесь это незаменимый на скорейке когда первый раз оказываешься на неизвестном водоеме всегда кажется что вода новая ничего не понятно куча сомнений что вообще данное мероприятие ждет успех но есть стандартные классические правила поведения особенно на малых рек это очень на самом деле отработано уже не одним но это не мои мысли это такая систематизированная информация то есть первое чего стоит начинать это с работы дома то есть нам в помощь идут три ключевые вещи три ключевые программы там назовем это так а первое это спутниковые снимки то есть мы можем посмотреть спутниковые снимки там google планет яндекс карты так далее и увидеть во первых перекаты сужения расширения реки повороты то есть мы для какие-то заваленные коряжники потопленные все сверху будет очень хорошо видно такие вот массивные моменты косы зачастую видно резкие бровки видно при сильном приближении и как бы уже можно начать с этого второе что необходимо сделать это скачать на телефон пару приложений которые дают нам лоции базовые конечно это не самые точные лоции в большинстве случаев но по крайней мере общее представление будет то есть они соответствуют тому где есть там большие ямы какие-то косы то есть там все это обозначено такие приложения как на веникс бот актив капитан там можно скачать бесплатно карты сообщества квик дро и точно так же получить уже там некие отрисовки которые нам позволят понимать где что находится и третье что я бы рекомендовал это посмотреть формы да где люди ловят какие фотографии может быть какие-то приметные моменты будут говорят точки политик некрасиво но если вы впервые дальнейшем не планируете для прессии я думаю в этом ничего зазорного совершенно нет тактика облова на самом деле предельно простая то есть первое и основное поскольку мы определились с местами уже на картах на приложениях и так далее это понять рельеф самый простой способ самый примитивный и наиболее эффективный это способ ловить на счет то есть ставим грузик при утяжелении для нам для данного места и просто считаем сколько у нас приманка падает если видим что у нас зависание произошло или наоборот мы упили какую-то бровку для себя отмечаем что там какая-то хорошая структура ну там или например корягу зацепили бель когда стоя бели стоит прям по шнуру очень хорошо чувствуется после того как мы тяжелым грузиком уже нашли что-то желательно ловить на офсетники дабы исключить зацепы и уже после этого ставим вес который в данных условиях является наиболее подходящим то есть чтобы было там какая-то там мало мальски уже адекватная пауза там две-три секунды хотя бы и уже с ней начинаем работать и ловить то есть не всегда конечно получается работать с легкими весами потому что зачастую нужен дальний заброс но облавливать нужно именно вот эти аномалии по приманкам по приманкам я фанатею от больших размеров но во время вот подобной ловли все-таки наверное стоит использовать силикон размером 3-4 дюйма то есть он такой более спортивные более летает лучше и как бы рыба любого размера удовольствием его кушает поэтому сильно там в гигантизм упираться я думаю смысла нет а уже когда мы поняли да что-то зацепились за рыбу разобрались с местом там уже можно экспериментировать и применять любого рода приманки так вот такой вот но чуть-чуть наверное больше килограмм чека там в районе килограмма судачок про водочка равномер очка медленно умирающая то есть я прям вот в виду и подобрал удачный облер прям чиркаю по дну и вот только чиркнул и вот такой вот прикольная рыбка влетела спасибо 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 пока пока я сделал последний заброс не потому что у меня там со временем какие-то проблемы ограничения я просто устал и хочу в конце сказать очень такие важные слова то есть для меня это первая рыбалка на москве реке однозначно совершенно другая ловля бесспорно мои навыки пригодились то есть я там поймал рыбу первый день вообще классно было ездить с андреем гумаровым поймали там несколько прям хороших рыбешек было прикольно второй день мы поехали другой компании и ну подсказали что вот вот этот участок реки интересно я пошел так относительно в одного его вскрывать пробивал стучал джигом рельеф находил какие-то бровочки потом с ними работал но в общем и целом все удалось я однозначно сюда вернусь рыбалка совершенно другая очень она энергоемкая большой прессинг нужно постоянно думать менять подбирать перебирать проводки перебрать приманки неспроста в москве нам одна этой на москве реке родилось очень много спортсменов здесь действительно нужно прям стараться и еще раз повторюсь я обязательно сюда приеду и попробую еще здесь прикольно рекомендую хотя бы раз в жизни плавить на москве реке и оценить вот это завершающее хочу сказать мне говорит что здесь не очень красиво из-за там берегов и прочего но повезло был снег и река была ну просто красавицей такие впечатления крутые то есть я здесь прям можно сказать отдохнул глаз посмотрел новые картины было очень круто до новых встреч всем пока м м м м Субтитры создавал DimaTorzok